Наталья Грейс Наталья Грейс Наталья Грейс Наталья Грейс Наталья Грейс Готовность действовать. Энтузиазм и готовность действовать. И все, кто сегодня готов записывать, пусть так и запишут, что энтузиазм содержит в себе некие зерна, сподвигающие нас к активным действиям. И для того, чтобы сейчас немножко поработать с аудиторией, поскольку речь зашла о творчестве, талантах, я хочу вам предложить маленький телевизионный тренинг, который называется «Тренинг публичного выступления». Оксана, поэт, которая сейчас вам представит свои стихи. Поддерживаю. Писать стихи уже не модно. Сказала с усмешкой мой век. А я пишу рукой невольной. Отлично, стоп. Я с вами работаю. Оксана, ваша задача сейчас уловить несколько принципов ораторского мастерства, которые вы сможете использовать в последующем и выступать на более высоком уровне. Хорошо? Итак, первое. Поза, которая называется поза футболиста. Все запомним, что лучше ее делать не стоит. Так же, как поза заключенного, это руки в специфическом местоположении. Постарайтесь руки держать выше пояса. Если не знаете, куда их деть, или если вы волнуетесь, попробуйте сделать примерно вот таким вот образом. Все попробуйте. Это называется жест максимального владения аудиторией. Он немножечко искусственный, но все-таки это лучше, чем вот это. Можно иногда менять от такого к такому, от такого к такому. Скандалить вам приходилось? Бывало. Бывало. И в скандале как у вас жесты работают? Органично? Очень. Здорово, понимаете? Значит, в принципе, у вас у каждого руки могут работать совершенно естественно. Итак, ваша задача держать руки немножко выше пояса и продолжать. Скажите мне буквально две-три фразы. Мои стихи, мои печали, мои мечты, мои слова. С молодой музой повенчали, они без спроса и суда. Спокойно. Прекрасный голос, красивый тембр. Посмотрите, у человека прекрасная энергетика. Глазки горят, все хорошо, правда? Теперь то, на чем нужно работать. Вы говорите немножечко нарезкой, как сосисочки получаются. Та-та-та-та, тата-та-та-та. Это называется воздуховые затыки. Уж реже солнышко блистало. Короче, становился день лесов. Таинственная сень с печальным шумом обнажалась. А так, в принципе, все, ничего. Итак, мы запишем себе потрясающую вещь, которая называется пофразовое говорение. Это один из секретов ораторского мастерства. Пофразовое говорение. Когда вы начинаете фразу в начале и ведете ее к логической точке, к самому концу. Делайте спокойный вдох, без суеты. Говорите фразу и доводите ее до точки. Поддержим, Оксана. Писать стихи уже не модно. Сказал с усмешкой мой век. А я пишу рукой невольной. Быть может, кто поймет мой бред. Быть может, кто его оценит. Или просто примет, как догмат. Быть может, кто-то мне поверит. А кто-то просто будет рад. Спасибо. Оксана, вы прекрасно работаете. Попробуйте включить жестикуляцию. При этом вы слишком так активно двигаете головой. Вам немножко нужно сфокусироваться на людях. Вот когда вы работаете с аудиторией, нужно не столько придавать значение форме, сколько содержанию. И когда вы придаете значение содержанию, вы начинаете вдруг совершенно естественно органично общаться с людьми. Когда вы смотрите им в глаза и держите мысль, они чувствуют, что что-то происходит. Не пытайтесь работать на внешнем фронте. Смотреть в глаза людям нужно дозированно. Одному, другому чуть задержало взгляд, третьему на ком-то подольше. Если чье-то лицо вам понравилось, задержите на нем взгляд. Если кто-то не нравится, это все ораторы себе могут записать. Нужно обходить взглядом этого человека. Погрузитесь больше в стихи и меньше в то, как вы выглядите. Включите звук. Звук хочу. Давайте, ну, работаем, работаем. Писать стихи уже не модно. Сказалась усмешка в мой взгляд. Не ходим. Смотрите, что вы делаете. Стоп. Стоп. Это на самом деле. Писать стихи уже не модно. Понимаете? Я что делаю? Хожу или я стихи читаю? Вот здесь удивительный прием. Я его так и называю прием, который называется «Идит пиаф». Пиаф вообще воробушек. Я видела однажды в записи, я была потрясена. В полном стационаре, казалось бы, с нарушением всех законов сцены. Человек стоит столбиком, как спичка. И при этом, когда она поет, она вкладывает всю свою энергетику, всю свою внутреннюю силу в этот голос, в этот жар, во взгляд. Итак, вы понимаете, это то, чего вам не хватает, никого фанатизма. Стихи и движения бедрами, они так далеко друг от друга. Итак, вы стоите и вкладываете энергию в речь, а не в бедра. Поехали. Писать стихи уже не модно. Сказалась усмешка в мой взгляд. Чем быстрее речь, тем более утрированной должна быть дикция корабли. Лавировали, 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 да не лавировали, да? Итак, мобилизуйтесь и скажите нам гениально две фразы. Писать стихи уже не модно. Сказалась усмешкой мой век. А я пишу рукой невольной. Быть может, кто поймет мой бред? Вот вы делаете логические акценты на слове усмешкой. Сказал усмешкой. Профессиональные ударения делаются в основном на существительных. Сказал усмешкой поэт. Сусмешкой это все-таки, хоть это усмешка и существительная, это описательная характеристика того, как он сказал. Сказал усмешкой поэт. Не деревянная дверь, а деревянная дверь стукнула его по лбу. Не стукнула его по лбу, а стукнула его по лбу. Понимаете, да? Логические акценты. Поехали. Писать стихи уже не модно, Сказал с усмешкой мой век, А я пишу рукой невольной, Быть может, кто поймет мой бред. Гениально. И еще один приемчик. Жесты уже чуть-чуть начали раскрываться. Попробуйте говорить ниже, А все себе запишут, что низким человеческим голосам Люди доверяют намного больше, чем высоким. Потому что если все то же самое Говорить вот в таком вот ключе, Сейчас я вам расскажу все секреты ораторского мастерства, И вы сразу станете гениальными поэтами. Итак, низким человеческим голосам Люди доверяют намного больше. Поэтому постарайтесь говорить Несколько ниже. Ниже, чем это вам свойственно. Если ты хочешь быть оратором, Твоя задача научиться говорить То медленно, то быстро, то громко, то тихо. То ритмично, То с протяжными вариантами, Как вот начинали раньше сказки читать. В некотором царстве, В некотором государстве Жил, был царь. Понимаете? Как точечка такая. То есть что-то длиннее, Что-то короче, Что-то динамично, Что-то остро, Что-то потупее, извините, да? Но не должно быть этой монотонности, И при этом без фанатизма. Мои мечты, Мои печали, Мои стихи, Мои слова, С молодой музой повенчали, Они без спроса и суда, Они все дети вдохновенья. Ну-ка, попробуйте, Попробуйте перейти на шепот, Что-то тише, По смыслу. И нарочитость, И мнимать, Одушина, И размышления, Слились, Чтобы стихи слагать. И эта лирика, Мой способ, Без боли чувства выражать, Без боли говорить о многом, И облегчение получать. И как ни с кем я откровенно, Лишь в этом храме и сейчас, И исповедуюсь проникновенно, Бумаги чистой и не раз. Оксана. Вы очень талантливый человек, У вас есть энергия, У вас есть интеллект, У вас прекрасный голос, Замечательная внешность, И еще есть несколько десятков лет жизни впереди, И вам нужно пахать, 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 Для того, чтобы талант, И мы все себе запишем, Не стал блистать дешевым поверхностным блеском. Бернард Шоу говорил, Что он цитирует сам себя, Это придает его речи пикантность. Ну, а что поделать, Если поэт, говорят у нас в стране, Должен быть голодным, Точно так же, как и музыкант, Чтобы лучше писать. Я с этим категорически не согласна, Потому что мне-то уж точно нужно поправляться. И в руках я держу книгу, Которая мне бесконечно дорога, Даже, может быть, не потому, Что это моя первая книга, А потому что она содержит Некие вещи, Которые я расцениваю, Как творческое озарение. Ну, вам судить, Вы все-таки читатели. Для начала я вам расскажу один закон, Который называется Вероятность воплощения Высказанных вслух Мыслей. Как вам кажется, Мысли, которые мы высказываем вслух, Имеют тенденцию сбываться или нет? Конечно. Замечали ли вы, Что то, что вы говорите, Сбывается? Не всегда оно сбывается. Хорошо. Итак, спасибо большое. Сейчас я вам напишу Маленькую табличку из этой книги. Правда, я ее расскажу не до конца. Вероятность воплощения Высказанных вслух мыслей. Итак, оказывается, Что болтовня, Обыкновенная человеческая болтовня, Когда вы что-то ляпнули, Вроде того, вот, поеду в Лондон. Или, может быть, Пора бы мне уже отдохнуть. Оказывается, что обыкновенная болтовня Сбывается с вероятностью 50%. Представляете себе, Вы только начали говорить Вероятность 50%. Просьба. Ну, а мы уже знаем, Что такое просить. Или нейтральное высказывание. Сбывается с вероятностью 55%. Потому что, если мы болтаем, Мы не вкладываем сюда Определенный энергетический посыл. Но когда мы просим человека Дать ли денег в долг Или поучаствовать в каком-то деле, В чем-то помочь, Мы уже прикладываем Определенные душевные силы, Которые увеличивают Вероятность воплощения наших мыслей. Предположения. У вас есть некая информация, И вы думаете о том, о сём, Произойдёт это, не произойдёт, Случится это или не случится, Сбывается на 60%. Пожелания. Казалось бы, Придаём ли мы значение словам, Когда желаем что-то другу На день рождения. Вот мне очень не нравятся Такие стандартные, Бытовые, обыкновенные, Такие, как для всех, Пожелания вроде бы счастья, Там, удачи, успеха. А что-нибудь более личное, Что-нибудь более локальное. Вот я, например, знаю Одного человека творческого, Которому очень важно было бы Выпустить новый сборник песен. И, конечно, на день рождения Я пожелаю с энергетическим посылом И с эмоциональным подкреплением, Чтобы этот человек Непременно записал новый сборник песен, А может быть, и финансово поучаствую в этом. Таким образом, моё пожелание Этому человеку Сбудется с вероятностью 65%, Потому что всё-таки что-то зависит От него, от жизни и от его действий. Опасения. Это тоже Определённая разновидность слов. Которые сбываются уже с вероятностью 70%. В народе русском говорят Каркать. Да? И вы знаете, что если кто-нибудь каркает, Не сдашь экзамен, Не получится, провалишь всё, Не получится у тебя свой бизнес открыть Без первичного капитала, Не хватит тебе денег, Не сможешь квартиру купить, Цены быстрее растут, чем ты зарабатываешь. Вот это вот опасение или каркание Сбывается с большой долей вероятностью. Оказывается, есть вещи, которые сбываются С вероятностью 75%. Подверждение мы запишем себе Или провозглашение. Раньше у царей и государей Были такие товарищи, которые назывались Глашатые. Если царскую волю нужно было огласить, Они брали трубы специальные, Громко трубили, И они провозглашали волю государя, Как должно быть. Есть некие вещи, которые сбываются С вероятностью 80%, 90% и 100%, Будучи высказанными вслух о том, Что это за вещи, вы сможете почитать В нашем сборнике, который называется Законы Грейс. С моей точки зрения, нужно жить Совершенно по другим законам. И я расскажу вам о законе веры В свой талант из сборника, Который я вам только что продемонстрировала. Закон веры очень прост. Каждый человек, имеющий талант, Обязан верить в то, что он у него есть. И если сказать, что каждый человек Имеет талант, или по крайней мере Имел талант от рождения, То безусловно все мы обязаны Развивать этот талант. Дадим определение, пишем, Талант это любое ваше, даже микроскопически Маленькое преимущество перед людьми, Которые в этом, неважно в чем, Слабее вас. Талант это преимущество человека В любой сфере жизни. Например, у вас, как вам кажется, Средняя внешность. Руки-ноги на месте, Может быть, не самая идеальная форма ушей. И вам кажется, что вы не очень. Если есть люди откровенно некрасивые, Изуродованные, пострадавшие, заболевшие, А у вас всего лишь средняя внешность, Значит, с точки зрения внешности Вы имеете талант, То есть преимущество. Если вы физически, может быть, и не Геркулес, Но просто полноценный человек, Который дышит, двигается, живет, А есть люди, которые не могут самостоятельно двигаться, Без посторонней помощи, То в плане здоровья у вас преимущество, То есть талант. Мы запишем себе, что талант, Это прежде всего преимущество, И неважно, с каким отрывом. Очень часто, сравнивая себя с другими, Мы смотрим на тех людей, Которые намного лучше нас. Мы смотрим на тех, кто красивее, Но всегда найдется кто-то красивее. Мы смотрим на тех, кто моложе, Но всегда найдется кто-то моложе. Нужно сравнивать себя не с теми, Кто превзошел тебя в чем-то, А просто благодарить жизнь за то, Что у тебя есть очень много по сравнению с теми, У кого этого нет. Я не хочу сказать, сравнивайте себя с теми, У кого что-то хуже. Я не стану счастливее от того, что у кого-то что-то не сложилось, но просто чувство благодарности, связанное с вашим талантом, да, чувство благодарности должно обязательно присутствовать. Если вы постоянно ровщите на жизнь, говорите, что у вас не то телосложение, не такие руки, не такие уши, не такие волосы, не та страна, не те родители, не те экономические условия, не те возможности, не те связи, не те таланты, не те знания, не то образование, получается, что вы просто человек не то, и с вами одни большие проблемы. Запишем себе оправдание. Это слова, которые произносят неудачники. Предположим, вы неплохо произносите тосты. Это значит, что у вас есть ораторский дар. Просто кому-то дано общаться с одним человеком, с двумя людьми, с тремя в камерной атмосфере. Кто-то прекрасно себя чувствует на аудитории 12, 30, 50 человек. Кто-то может зажечь зал, потрясти собой зал, но при этом чувствует себя очень связанно и дискомфортно в ближайшем общении. Не знает, как поговорить, держится в уголке. И наверняка вы знаете людей, которые, являясь звездами, не умеют общаться. У древних евреев талант представлял собой 28 килограммов серебра. Я нарисовала здесь гирю. Если я вешу 56 килограмм, получается, что мой вес, бараний вес, говорят, это два таланта. Итак, я вешу два таланта. Вдумайтесь, умные товарищи измеряли деньги талантами. Это денежная мера. А ведь деньги должны приносить прибыль, если они во что-то инвестированы. В знаменитой притче о талантах что происходит? Эта притча, на самом деле, очень актуальна для нашей сегодняшней публики, для нашей аудитории, для нашей жизни. Хозяин, уходя в дальние страны, уходил далеко, оставлял без присмотра своих работников, раздал им таланты. Одному раз дал один, другому дал три, а третьему дал пять. И написано «Каждому по его силе». В сборничке, который называется «Законы Грейс», я описала «Закон Креста». Можете себе тоже записать «Закон Креста». «Закон Креста» — это закон, который говорит, «Крест каждому даётся в строжайшем соответствии с его спиной». Это значит, что все ваши испытания, лишения, тяготы жизни, ваши болезни, ваши встречи и расставания, ваши переживания, всё, что у вас происходит в жизни, даётся вам строго по мере сил и способности вынести это. И это так и есть. Хозяин, уходя, раздал таланты людям, каждому по силе. Оказывается, что силы нужны разные, чтобы вынести пять талантов, чтобы вынести три таланта и чтобы вынести один. Итак, можно зафиксировать себе эту мысль, что если вам много дано, вам, конечно, жить тяжелее в чём-то. А знаете ещё почему? Потому что с вас многое спросится. Можно записать это. Кому много дано, с того много спросят. И написано, по прошествии долгого времени, в отношении времени, я обозначила это буковкой «Т», можно записать, что время – это единственный невосполнимый ресурс. Деньги потеряли. Да ничего вы не потеряли, если вы потеряли деньги, потому что по отчётам журнала «Форбс» средний миллионер разорялся 3,2 раза до тла. И вот удивительно, что когда разорялся миллионер, он сидел и думал в гараже, оставшись с огромными долгами, как снова стать миллионером. А когда разорялся чернорабочий, он сидел и думал, как снова найти работу и устроиться на работу чернорабочим. Все проблемы в башне. В башне, товарищи, все проблемы в башне. Если вы потеряли деньги, вы не потеряли ничего, потому что никакие деньги не стоят даже кончика вашего мизинчика. Итак, смотрите, написано, по прошествии долгого времени, хозяин приходит к своим работникам и спрашивает у них результат. Написано, тот, у которого было 5, вложил их в дело, приобрёл, хорошо потрудился, приобрёл ещё 5, и у него стало 10. Тот, у которого было 3, он приобрёл ещё 3, и у него стало в итоге 6. Представляете себе, 3 ему жизнь дала, а 3 он сам сделал, инвестировал грамотно. Этих товарищей хозяин похвалил и сказал, добрый и верный работник, за то, что ты был верен в такой маленькой вещи, я поставлю тебя над многими серьёзными вещами. Над какими, один бог знает. Может быть, это положение в обществе, может, это связи, может, это помощь, может, это какой-то успех в личных отношениях. Но в любом случае, если человек прилагает усилия, то можно вспомнить афоризм «везёт тому, кто везёт». Итак, товарищи потрудились, у одного стало 6, у другого 10, и они получили некое положение в обществе за свой труд. А тот, у которого был один, он не пропил, не промотал, не раздал, он всего лишь его не приумножил. И в буквальном смысле слова, этот человек пошёл, нашёл некое укромное местечко, выкопал ямку, замотал какой-то ветошью этот слиток серебра, целая голова большая, положил туда, и по прошествии времени, когда хозяин пришёл, он говорит, возьми себе своё. То есть он принёс ноль. И мы запишем себе, что многие люди нулём катятся по жизни. Ещё немного. В году всего 52 недели, неделя за неделей. Летит, ты ненавидишь понедельники, радуешься приближению пятницы, в субботу-воскресенье ты проводишь на даче с бутылкой пива. Потом смотришь, год прошёл, как говорят в деревнях, корова языком слезала. Не стало у тебя года. Год за годом, десятки лет за десятками лет, а там смотришь и пенсия. А на пенсию, ну что ж, да вы же ещё вчера в первый класс шли, не помните, как вы бегали, как вы жевали промокашку, кидали её, не помните, да, как вы котлеты носили в карманах из столовой, не помните такого. А теперь вы заходите в родную школу и идёте по стеночке. Вы боитесь, что вас снесут. Почему? А потому что у вас мало стало Е. А Е – это энергия, которая убивает с течением жизни. Над входом в лондонскую биржу написано «Успех значит успеть». И ваша задача – успеть совершить нечто великое до того, как пришла беззубая старость. Если бы молодость знала, если бы старость могла, и потом вы всё будете знать, но уже и ноги не ходят, и глаза не держат, и руки не видят. Итак, у товарища остался один. Хозяин сказал, что за такое бездарнейшее обращение с талантом у него забирается этот талант и отдаётся человеку, который потрудился больше всех. И посмотрите, получается, что пирог небесный ему прямо на голову упал. У него стало 11. И тогда, наверное, люди стали показывать на него пальцем и говорить «наше привычное, наше любимое». Повезло! 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 Говорить о творчестве всегда непросто, и тем не менее мы это будем делать. Когда я оказалась в Москве в первый раз за долгие годы, первое, что я сделала, я посетила музей Владимира Маяковского, сделанный в его бывшей коммунальной квартире на Лубянке. И там хранится записка, которая называется «Предсмертная записка Маяковского». Она много где известна, в узких кругах. Филологи прекрасно знают её содержание. Я взяла эту записку и положила на стихи в духе Маяковского, сохранив все слова, все его специфические выражения, его вот такую вот специфическую лесенку. А я хочу, чтобы сегодня, когда мы говорим о целях, о смысле, о предназначении, об успехе, каждый из нас помнил о смерти. Потому что смерть – это то, что придает нашему земному существованию определённый явно выраженный смысл, и каждая секунда в нашей жизни последняя. Записка и моё стихотворение так и называется «Всем». В том, что я умираю, никого не вините, не сплетничайте, нехорошо. Покойник не любил этого. И его вы простите, товарищи, сёстры, мама. Приговор оглашён. Не способ. Это не способ. Другим не советую. Но выходов у меня нет. Лиля, Лилечка, Лиля, люби меня. Это мой тебе последний земной привет. Дорогой товарищ правительства, моя семья – это мама, сёстры, Полонская Вероника Витольдовна и Лиля моя Брик. Если ты устроишь им сносную жизнь, вспомнив Владимира Лик, тебе от меня спасибо. Строки, что начал я, пусть будут отданы Бриком. Они разберутся. Ну что ж, инцидент, как говорится, исперчен. Любовная лодка разбилась обыт. Путь мой жизненный этой строкою дочерчен. Ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Серьёзно. Ничего не поделать. Привет. Скажите Ермилову, очень жаль, снял лозунг. Надо бы доругаться. Счастливо всем оставаться. В столе две тысячи рублей, внесите в налог. Я с вами здесь, между строк. Владимир Маяковский. Спасибо. Иногда мне кажется, что в прошлой жизни я точно была Маяковским. Маяковский очень любил Лилю. Однажды он подарил ей кольцо, на котором было три буквы. Л, Ю и Б. И получалось такое бесконечное. Маяковский. Люблю, 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 люблю. Люблю, люблю, люблю. Продолжение следует...